Приветствую всех на канале Матвеев. Сегодня мы поговорим с вами о ситуации, которая сложилась в нашей стране в последние дни. Как известно из средств массовой информации, пожар, начавшийся не так давно в Красноярском крае, Сибири, приобрел все больше и больше масштаб. Сейчас это стало известно уже в мировом масштабе, когда президент Трамп заявил о том, что пожары, которые происходят в Сибири, в России, видны уже даже из космоса. Помимо Трампа, свою обеспокоенность выразили и другие общественные и известные деятели мира. Например, в своем инстаграме по этому поводу памятку делал Леонардо Ди Каприо, возмущенный тем, что происходит у нас в стране. Сам господин Трамп также заявил о том, что Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в тушении очагов возгорания, на что президент Путин вежливо откланялся и сказал, что в этом пока нет необходимости. И оно правильно, ведь несколько дней назад вопрос о тушении пожаров уже поднимался на заседании президента. И один из представителей министерств заявил о том, что эти пожары тушить невыгодно. Собственно, какие выводы с этого можно сделать? Вывод очень простой. Нам невыгодно тушить пожары, нам невыгодно устранять последствия, ведь средства, затраченные на устранение пожаров, превышают саму стоимость этих объектов. Так сказать, природного наследия нашей страны, которая в данный момент горит. Еще за несколькое время до этого нам было невыгодно предвидеть ситуацию в Тулуне, где по разным оценкам специалистов, своего жилья, крова над головой и, так сказать, всего имущества лишились порядка 38 тысяч человек. Напоминаю, что сейчас идет уже вторая волна наводнения. Как передают опять же СМИ, волна менее опасна, чем предыдущая, но все равно пострадали примерно те же самые регионы, что и до этого. Но вернемся к нашим пожарам. Нам сказали, что тушить их невыгодно. Мы слышим это слово все чаще и чаще. В нашем жизненном обиходе слово «выгода» заменяет практически все остальные слова. Что же тогда будет выгодно нашему правительству вообще делать? Вот ведь незадача. Ведь уровень жизни населения продолжает падать. Видимо, это выгодно. Не тушить пожары тоже выгодно. И самое главное, что невыгодно искать виновных. Ведь, как говорил известный советский политический деятель, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Кто виноват в данной ситуации и на ком лежит ответственность за последние события в нашей стране, думаю, разбираться будем не мы с вами. Но все же это очень интересно. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых выпусков. До новых встреч!